Пока столбик термометра медленно ползет вверх, жители Каспийска все активнее используют кондиционеры. Опыт прошлых лет говорит о том, что в период аномальных температур, превышающих отметку в 40 градусов, в городе появляются проблемы с подачей электроэнергии. Этот вопрос мы сегодня обсудили с главным инженером МОП «Каспэнерго» Абдулом Лачиновым. Каждый год все предприятия ЖКХ, начиная с мая месяца по октябрь, проводят мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду, для того, чтобы нормально пройти этот тяжелый период. Но, однако, для нас, для городских электрических сетей Каспийска, более актуальным стало последние несколько лет подготовка не к осенне-зимнему периоду, а, скажем, к летнему периоду. Нагрузки на электросети увеличиваются в разы, отмечает главный инженер. С каждым годом растет и число потребителей, ввиду чего ремонтные работы проводятся в два, а то и в три раза чаще. Меняются предохранители на трансформаторных подстанциях, старые провода заменяют на новые. Абдул Лачинов отмечает наибольшее число жалоб, особенно в многоквартирных домах старого типа, где вся система, построенная десятки лет назад, не выдерживает такого напряжения. Слишком большое количество одновременно появляющихся нагрузок. То есть это на сегодня можно определенно сказать кондиционеры. В день, мы в прошлом году делали анализ, где-то 40-50 штук в нашем городе появлялись ежедневно. Подключались новые кондиционеры. Взят, допустим, построенные дома старых проектов. Там никто никогда не знал, ни один проектировщик, что в отдельно взятой квартире будет установлен кондиционер. Их не было. То есть эта проводка не была рассчитана на то. Кроме того, продолжил Абдул Лачинов, сегодня во многих квартирах установлено чаще всего по несколько кондиционеров сразу, работающих одновременно. Я бы хотел сейчас попросить обратиться к населению города Каспийска с просьбой бережно относиться к потребляемой электрической энергии, и имею в виду без необходимости не включать эти кондиционеры. Если есть хоть малейшая возможность, то очередно включить, то в одной комнате, то потом в другой. По очереди. Хотя бы так, чтобы не было налаживания этих мощностей в отдельно взятой сети. Это хоть как-то спасет положение дела. Главный инженер не отрицает того, что система электроснабжения требует комплексной замены всех ее составляющих. Но на данный момент это не представляется возможным. Приходится работать с тем, что есть. Опираясь на свой 30-летний опыт, инженер анализирует ситуацию прошлого года и делает упор на те районы города, которые в большей степени страдают из-за проблем с электричеством. За прошлый год, допустим, что у нас были, где какие-то аварийные ситуации, на каких-то подстанциях. Это все закладывается в мероприятиях на будущее. То есть вся работа так и проводится. И таким образом мы по возможности достигаем тех результатов, тех параметров, которые мы поставили. Но хочу сказать сразу, полностью все улицы, все абоненты, чтобы обладали теми стандартными нормами электрической энергии, сегодня не удается. Причиной служат все те же быстро растущие темпы нагрузок, с которые старые сети порой не справляются. Однако на данный момент уже готовы сметные проекты по комплексной модернизации сетей, которые требуют утверждения. А пока сотрудниками КАСП «Энерго» ежедневно проводится огромная работа по ремонту существующих линий. Абдул Лачинов также обратил внимание на жалобы горожан на низкое напряжение, которые те, в свою очередь, измеряют самостоятельно, заметив проблемы в работе определенной бытовой техники. Не надо там сильно волноваться, просто сообщить нашим службе оперативных диспетчеров. Они приедут с образцовым прибором и проверят на самом деле, сколько там фактическое напряжение. Если там чем-то можно помочь, мы и помогаем, и подсказываем, и налаживаем. А так бывает очень много, это китайские приборы, они что угодно могут высвечивать, показывать, и просто людей с толку сбивает. Уважаемые горожане, убедительная просьба в текущей ситуации прислушаться ко всем рекомендациям компетентных сотрудников МОП «КАСП «Энерго». А в случае возникновения проблем с электричеством, звонить на горячую линию по номеру, указанному на экране.